Ну мы конечно желаем приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает, но вот прямо сейчас будет новость, как Людмила говорит, из мира неромантического осеннего настроения. Все дело в том, что петербуржцы через суд стали чаще требовать от бывших вернуть дорогие подарки. Есть даже статистические данные от пресс-службы городских судов. Действительно, романтики в этом мало. Мужчины зачастую пытаются взыскать с бывших партнерш деньги, потраченные на ремонт квартир. Это 150-800 тысяч. Также за путешествия это примерно от 65 до полумиллиона. И за гаджеты, а это тоже там бывает и 50, и 100 тысяч и больше. Ну вот, кстати, женщины при этом чаще всего просят вернуть средства, вложенные в автомобиль, а это до полутора миллионов рублей. Образование партнера это тоже до 600 тысяч рублей. И просто потраченные на карманные расходы суммы мужчин до 200 тысяч рублей. Вообще приятно, когда женщины дают мужчинам, мне кажется, деньги на карманные расходы. Вот у меня другие мысли по этому поводу. Василий, давай вот эту меркантильную беседу сейчас со стороны закона рассмотрим. Пожалуйста. Вот интересно, удалось ли что-то действительно кому-то вернуть? И что говорит на эту тему вот тот самый закон, который нас защищает? Все эти вопросы зададим нашему гостю в студии. Это юрист, арбитражный управляющий Виктор Старовойтов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну на самом деле, вот, казалось бы, тема не романтичная вообще, но прецедентов очень таких много, когда и девушки пытаются вернуть деньги, и мужчины пытаются вернуть деньги. Есть ли уже в судебной практике, когда действительно удавалось вернуть подарки или какую-то потраченную сумму? Я просто из недавнего. Вот мужчина прямо обратился в суд, хотел у женщины забрать телефон, который он ей подарил, а женщина, петербурженка, хотела отсудить парковочное место, на которое она давала деньги. Ну, это, скажем так, достаточно древняя проблема. Она кроется в одном единственном моменте. Дело в том, что у нас, ну, начнем с самого базового, люди не хотят вступать в официальные отношения. Да. То есть оформлять брак. И из-за этого корень всех бед и проблем. Потому что если вы вступаете в брак, соответственно, ну, условно говоря, у вас есть имущество, которое вы приобрели в браке, и, соответственно, которое можно поделить. Парковочные места, автомобили, квартиры, там остальное имущество. Кольцо с бриллиантом, телефон. Кольцо с бриллиантом, да, его можно разделить. Соответственно, касаемо телефона, смотря какой, опять же. Ну, посмотрите, хоть раз удавалось деньги получить? Ну, телефон это, хотя, подождите, телефон на вещи личного пользования, соответственно, человек будет пользоваться этим самым телефоном. Ну, вот хоть раз удавалось по суду забрать деньги обратные или предметы? Вот хотя бы один раз. Смотря в каком формате. Если мы берем не брак. Нет, нет, пока не брак. Исключительно вот сожительство. Если мы берем не брак, у нас есть понятие неосновательного обогащения. 11.02, статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Так вот, касаемо этой статьи, да, если вы систематически переводите человеку деньги за что-то, да, деньги вернуть можно будет. Но проблема в чем? Люди, когда живут вместе, у них все хорошо, романтика, там, все дела, там, я тебя люблю, а я тебя люблю, а потом в один прекрасный момент, я тебя не люблю. Ну, по какой-то причине, я не знаю, что там произошло, солнце не так стало. В этом случае вернуть будет сложно. У нас в 1922 году Верховный суд вынес очень интересное определение, где он указал на ошибки ниже стоящих судов о том, что они не досмотрели до конца все дело, не определили характер взаимоотношений людей, которые непосредственно были в браке. Это достаточно известная история касаемо возврата имущества, которое было нажито, но передано вне брака, соответственно, из Санкт-Петербурга, опять же, нашего, от нас все пошло и дошло до Верховного суда. Да, и там, соответственно, мужчина пытался около 920, по-моему, тысяч рублей взыскать своей бывшей женщине, которой он выдавал денег, там, в период их сожительства, там, на одно, на другое, на третье. А это было все тоже вне брака? Незаконное обогащение? Нет, это... Верховный суд установил, что это не незаконное обогащение, а это отношение между лицами, которое можно расценить как подарок непосредственно. Молодые люди, вот конкретно, мы все поняли по поводу того, что люди не состояли в браке. Василий, я просто углубилась в эту тему. Я вот, честно говоря, не очень понял. Не надо ничего мне дарить на всякий случай, чтобы потом не забирать. Вот смотрите, люди живут вместе, да, они не расписаны. Но, например, со стороны одного из партнеров есть чувство, есть уверенность в том, что счастливое будущее настанет. И, допустим, мужчина вкладывается в ремонт квартиры своей, ну, скажем так, невесты, как он думает на тот момент, честно и искренне, но на всякий случай приберегает чеки. Ему бабушка так сказала, а давай-ка я, внучок, буду чеки сохранять. А потом раз, она изменила, ушла, дала, отворот, поворот, вот в таком случае ему могут вернуть, не знаю, половину по чекам. Очень хорошая позиция молодого человека, либо мужчина. Ну, либо это женщина делала. Либо женщина, без разницы, кто, какой пол это делает, как это делает. Опять же, еще раз говорю, что это все могло бы быть до момента вынесения в 22-м году решения Верховного суда. Там четко было сказано, что если у вас, скажем так, не было цели заключения договорных отношений, либо же исполнения обязательств встречных, да, насчет денег, то как бы извините. Все, теперь мы поняли. Это вы любили друг друга? Без вариантов. То есть даже если мы вкладываемся, неважно, в парковочное место, в ремонт квартиры, лучше как-то это оформлять хотя бы на уровне расписки минимальной, что мы там вместе, совместно. Я столько денег дал, ты вот столько. По долям разделить. Взять доли. Да, у вас же есть какое-то имущество, да, оно в долевом соотношении делится. Вы берете квартиру, покупаете вместе квартиру вне брака, но поделите ее по одной-второй. Ну, хорошо, а если вот действительно просто кто-то из партнеров, назовем так, не будем говорить, мужчина или женщина, помогал просто финансово сделать, вот как Людмила приняла, тот же самый ремонт, нужно это ли как-то оформить? Бесполезно сказали, если они не женаты, ничего не будет. Тут момент такой, что если мы говорим про ремонт в целом, про какие-то денежные средства, да, опять же, если мы посмотрим нашу судебную практику, которая была там, люди, которые давали денег на ремонт, они давали это безвозмездно, без всякой задней мысли. То есть девушка приходит, сказала, хочу денег на ремонт. Все-таки подарки не от дарки. Или все-таки, подождите, есть же случаи, были такие случаи, когда мужчинам удавалось забрать подаренные квартиры в привилегированных районах, яхты, машины, дорогущие машины. А это тогда как происходит? На каких вообще основаниях они забрали? Понятно, что мужчины были обижены и так далее, но как им удавалось все-таки забрать? Вы знаете, на эту тему не только мужчины были, были и женщины. Что интересно, да, и с той, и с другой стороны есть такая история, но там момент какой? Чаще всего люди, которые получали такие дорогостоящие подарки, они получали их в пользование. А то есть машины, квартиры были оформлены на дарителей? Это не совсем оговаривалось, не совсем оговаривалось. Понимаете, дело в чем? Вот есть люди с высоким уровнем финансово-правовой грамотности, да, они понимают, что если тебе что-то дают, с этим надо что-то сделать. А есть люди, которые, ну, как бы им дали квартиру, сказали, она твоя. И человек такой, ура, у меня квартира. И своим друзьям, подругам, у меня теперь квартира на Патриках или еще где-нибудь. Да, но правового статуса не закреплено за человеком. То есть документальные на него не оформили? Да, просто дали ключи, дали возможность пожить. Но если бы записали на человека... Это другой вопрос. Это кто-то уже отобрать невозможно. Ну, вы понимаете, дело в чем, как сказать, отобрать невозможно. Нужно смотреть, на основании чего это было передано. Но если это подарили, опять же, сделку и дарение можно оспорить. Там же можно, когда записываешь, регистрируешь право собственности, просто регистрируешься на девушку, и все, она как собственник. А кто там покупал, кто хочет? Есть очень много моментов нюансов. Если это дарение, еще раз говорю, сделка дарения, она оспаривается, да, потому что человек мог быть не в себе, условно говоря, когда дарил эту квартиру. Ну, его чем-нибудь накачали, условно говоря, дали. Есть такие случаи, действительно. Какие-то препараты, может быть, он находился в состоянии эйфории, в состоянии там великого счастья. И такие случаи мы тоже знаем, не будем перечислять. Да. А сделку купли-продажи, опять же, по безденью, уже можно признать недействительной, да, потому что имущество отдали, а деньги где? Виктор, спасибо вам большое. Как много пододокамней, Василий. На самом деле, да, действительно, очень интересно, неромантично, но, мне кажется, об этом можно написать не одну поэму, не один роман, а может быть, даже детектив или триллер, потому что истории такие жизненные. Спасибо большое нашему гостю, Виктор Старовойтов, юрист, арбитражный управляющий. Но все равно, я надеюсь, что мужчины дарите женщинам подарки и ровно как и на... Без возврата назад.